Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Смотри, у нас уже, значит, можно... Появилась возможность покупать билеты на встречу, да? Да, да. В октябре. Есть покупка онлайн и есть очная. Вот можешь разъяснить, в чем разница? Ну, смотри, вот 4,5 года мы работали только онлайн. Онлайн можно было приобретать курсы только онлайн. И это целый раздел на Сабришине, там много курсов висит. Там можно было это все покупать. На сегодняшний день появился новый раздел. Но это не раздел, это новая возможность на Сабришине купить. Там будет написано «Очно». «Очно» – это значит, мы с тобой живьем будем приезжать и выступать в каком-то зале. Это не исключает онлайна. Эта же запись будет и в онлайне транслироваться. Стоит она будет тех же самых денег. Но человек выбирает, он придет к нам в зал и будет с нами лично разговаривать. В этом есть свое преимущество, потому что состояние передается в момент очевидения. Либо же он будет сидеть дома и смотреть по компьютеру. Разница лишь в том, что если ты заходишь и приобретаешь билет очно, то запись ты получишь в своем кабинете. Она у тебя загорится только по окончанию мероприятия. В процессе, если ты купил очный билет, ты уже в процессе самого мероприятия смотреть его не сможешь. Только потом в записи. Если ты покупаешь онлайн, то ты покупаешь эту запись в онлайне, и ты в процессе участвуешь как человек, который сидит онлайн. И может задавать вопросы онлайн. В процессе, да. Но самое интересное, что вопросы, которые будут заданы на этой встрече в онлайне, они будут идти во вторую очередь. То есть в первую очередь будет идти живая беседа с людьми, которые присутствуют в зале. Поэтому вероятность того, что онлайн-вопросы дойдут до нас, она в принципе резко стремится к нулю. Но при этом у нас будет живое общение. И сегодня у человека есть возможность купить очный билет и присутствовать на встрече. Он там стоит порядка 10 долларов. И человек будет присутствовать 27 числа на встрече с нами в зале. Там в билете будет указан адрес. Опять-таки там есть вопросы с местами. Там нету посадочных мест. Поэтому там просто 100 мест. И там будет от нуля до 100 указано, в какой порядковый номер сейчас продан место. Или там они в разброс будут продаваться. Я не знаю, как организовал это программист. Но человек потом заходит в зал и выбирает, где он сядет. Чем раньше пришел, тем лучше места занял. То есть такой подход. И вот эта первая наша встреча, она получается на 100 человек и 100 очных билетов. Все остальные билеты будут в онлайне. Если человек купил онлайн, он в назначенное время присоединяется к встрече. Может писать вопросы к чату и так далее. Если человек купил очный билет, то мы его ждем живьем в зале. И живьем в зале он задает. Цена пока одинаковая. А потом, если мы все-таки сохраним этот вариант, мы будем уже смотреть, корректировать, на своих ошибках учиться. Пока так. Все, что касается живой встречи. Если очный билет, приходите в зал. Если вы хотите купить очный билет и хотите участвовать онлайн, то не получится уже только в записи в конце. То есть, ну, вот такие подходы. Люди, которые приобретут билеты, у них есть возможность уже бронировать билеты на самолеты, прилетать. Конечно, да. Потому что, судя по тому, как пишут, судя по тому, как звонят, говорят, я понимаю, с разных регионов России будут лететь люди. И не только из России, потому что... И мы уже знаем, что не только из России. Да, не только из России, потому что есть и дальние, и ближние, и зарубежья, кто звонят, интересуются, кто хочет живьем нас увидеть. И кто не дождался нас в своей стране. Потому что, в принципе, приглашают много куда. Да, но по факту мы... Ну, ты хотя бы по США проехала, но я ни по Европе не планирую, ни пока Дубай не планирую. И США пока не планирую. Вот, поэтому, ну, во всяком случае, 27 октября мы впервые вживую выходим к людям. Ответим на их вопросы. Опять-таки, посмотрим, какой будет этот формат встречи. Но все-таки я предполагаю, что это вопрос-ответ, что там не будет каких-то форматов практик или еще чего-то. Ну, если только вопрос какой-то такой будет, и надо будет что-то объяснить. Вот, ну, это встреча. Это встреча, которая будет длиться 3 часа. Вечернее время, 27 числа. А в 28 числа будет курс. И вот этот курс, он уже стоит в продаже онлайн. И он уже стоит в продаже очно. И люди, кто приобретает курс, они тоже будут выбирать, ну, там, ну, тот же самый принцип будет сохранен. Как участвовать. Ну, да, уже понятно, да, как. Очно или онлайн. Но курс уже можно оплачивать. И говорить, курс стоит уже в продаже, его уже люди покупают. Я уже смотрела, еще билетов не было, еще вот это очно онлайн не было, разбивки. А уже люди регистрировались на обучающую программу. И регистрировались те, кто прилетает в Москву. То есть они сразу планировали участие. Ну, в принципе, понятно. Разницы, конечно, потом у нас, я так понимаю, по билетам, вот по онлайн и очно. Уже должна быть разбивка в цене, потому что это разное. Конечно, конечно. Мы просто, видишь как, когда ты что-то делаешь впервые, у тебя нет собственных ошибок и нету собственного опыта. А мы опираемся всегда на собственный опыт. И, видишь, у нас же тоже, получается, были варианты, то, что мы обсуждали с тобой в Москве. Мы могли заключить договор с профессиональной командой, которая бы полностью это все организовала. Была бы другая цена. У нас бы было это все экономически, наверное, даже выгоднее. Не наверное, а точно. И это все, казалось бы, с меньшими проблемами. И нам бы не надо было столько ездить в Москву, как мы сейчас витали. Вот все эти организационные вопросы решали сами. Но когда работают профессиональные организаторы, вот как я когда-то работала, приглашала разных тренеров в Минск, я понимаю, что тогда сваливают разных тренеров в одну кучу. И у меня там был и бесконтактный бой, и гипноз, и эзотерика, и так далее. Каша. И когда говорили, говорили, а это кто-то говорил, а это тот, кто практиками эзотерическими занимается, а она там шаманизмом занимается, а она там бесконтактным боем занимается, а она там. И вот в этой каше тренер как бы терялся, и направления все смешивались в одну кучу. Оно и правильно, это все на гипнозе, и на повестку дня так и надо было действовать. Но сегодня инфодайинг нельзя смешать с гипнозом. Это не гипноз. Это загипнотическое состояние. А это значит, смешивать это с психологией – это вообще глупо. Смешивать это с эзотерикой – это неразумно. Смешивать с психотерапией – тоже неразумно. С медициной – это не медицина. То есть ты не приклеишь никуда его. Это отдельное направление, которое говорит – развернись к себе, займись с собой, проснись. Это совершенно новое направление, отличающееся. Казалось бы… Полностью от всего. Полностью, да. Казалось бы, вроде бы, как можно и привязать эзотерику к нам, и психологию, да. Но очень большая разница в том, что у нас все идет к себе. К себе, да. И вот когда это понимаешь, понимаешь, что в данном случае нужны в качестве организаторов люди, которые будут заниматься только инфодайингом, дабы потом делать центр. То есть и по аналогу делать центры в других странах. Если их делать, то надо разрабатывать вот этот подход. И смешивать это все под… засовывать под гипноз – это неправильно. Поэтому, ну, пошли по пути, как складывалось найти своих людей, кто будет заниматься. А это надо, чтобы человеку было интересно. Это надо, чтобы он сам горел. Чтобы он сам занимался инфодайингом. Чтобы он понимал, о чем речь идет, да. То есть это не как вот чистой воды бизнес. То есть это еще жизнь, это увлечение и так далее. Чтобы на одной волне идти. И получается, что пришлось очень много делать самим. Да. Ну, в принципе, мне так не в первый раз начинать какие-то направления. И мне даже где-то интересно самой вот это все прожить. И меня не напрягало там каждый месяц летать в Москву. Даже интересно. Даже интересно было. Вовлекательно. Мне так вообще интересно. И даже вот последняя поездка вот эта наша с очень жестким приземлением в Минске, конечно. Это было, да. Да, это было очень жестко. Такой впервые, скажи, было. Да, этот удар об землю. Когда самолет просто он натурально упал. Натурально упал. И отскочил от земли. И отскочил от земли, да. Ну, бывает и такое. Слетали, и хорошо. Ну, зато вот сейчас уже появилась ясность. Уже появились адреса. Уже появились залы. Уже появились билеты. Уже появилась доработка сайта. Еще сейчас юридическая сторона подтянется за эти полтора месяца. Все-таки это территория другого государства. Еще, еще, еще. Но оно сейчас выстраивается. Уже, в принципе, видно, как оно проявляется. И началось движение в эту степь. И мы видим, что, да, быть инфодайингу в Москве. Всегда хотелось, чтобы это было в Минске. Но, ну, во-первых, одно другому не мешает. Будет и в Минске. Будет и в Минске, да. Но, опять-таки, будет ли живое в Минске? В своем отечестве пророка нет. Если все-таки опираться на народную мудрость, то в своем отечестве пророка нет. Кстати, минчане летят в Москву. Я уже знаю минчан, которые летят в Москву. Мне уже писали. Девчонки, мы с вами так хотим встретиться, познакомиться. А уж не смогли вас найти в Минске. Значит, найдем в Москве. Ну, это здорово. Значит, с минчанами встретимся в Москве. А мы, я же не на самолете. Хотела сказать, в самолете. Весь самолет. Поэтому, ну, будет встреча в Москве. Встреча в быть, и это начало-начал. Знаешь, что мне... Встреча – это встреча. Встреча, ладно, как-то пока меня заряжает не столько встреча. Меня заряжает курс, который будет. То есть, это первый наш такой опыт, когда будет живая работа очная. И это темы здоровья и темы здоровья возрастного. То, что у нас идет по роду. И ты знаешь, у меня очень большие планы на этот курс по поводу работы с родовыми кармическими заболеваниями в группе. И, знаешь, вот человек услышит, скажет, о, а не массовый гипноз. Нет, здесь не о гипнозе речь. Здесь каждый работает с собой. А это сам человек работает. Это не мы с ним работаем с одной стороны. А с другой стороны ввести вот в эти состояния, перейти, проснуться, мы поможем. И дадим в осознание те моменты, которые человек не мог осознать и заметить. А это все-таки очень большое движение в себя и по здоровью. И это не Алан Чумак, это не Кашпировский и не ничего подобного. Там был гипноз, массовый гипноз. И в зависимости от того, что человек верил, он себя догружал еще чего-то, не удаляет того, что в нем есть. А здесь идет удаление. А вот грузить в себя или нет, человек решит сам. И не на этом курсе. А он определится во времени. Чего он еще себя потом на святое пустое место в себя будет загружать. Это совсем разные подходы. Но при этом, когда ты очищаешь свою психику, ты становишься здоровее. И мы видим, как это классно работает. Когда-то этого боялись, между прочим. Когда начинали инфодайминг. Помнишь как? А мы снесем, на это место надо что-то поставить. А если мы удалим, а здесь ничего не будет, что будет у человека? Радость и счастье будет у человека. От того, что вы отковыряли у него с поверхности кусок грязи, не надо туда лепить новый кусок. Надо убрать и дать возможность психике восстановиться и телу быть чистым. И психике быть чистой. Поэтому вот эти все моменты, конечно, будут. А то, что мы взяли на курс родовые темы, само это тебе интересно? Конечно. Конечно. Это же очень большая тема. И очень серьезная тема. Она касается и тела физического. Она на самом деле все касается. И отношений, и любви, и денег, и детей. Да, здесь все. Все. Да. Мы все закручиваем в род. И выносим на него ответственность. И копируем поведение мамы, папы, бабушки. Помнишь, мы когда-то раньше, где-то в начале, наверное, еще первый год, мы ведь выстраивали все, что с нас начинается род. Да. Так вот смотри. Мы выходим с темой рода в Москве, да? И все начинается. По большому счету, давай вещи назовем своими именами. Наше общество нуждается в матриархате. Да. Наши мужчины заигрались в разрушение. Они заигрались в войны, в насилие. Они заигрались в конкуренцию и так далее. И они уже эти программы полностью делегировали женщинам. И плюс женщины забыли, что они женщины. И прячась, знаешь, этот образ сперматозоид яйцеклетку проглотил. Вот это сейчас общество, в котором мы живем. И, соответственно, вот один катится на яйцеклетке, второй катится на яйцеклетке, и они между собой еще успевают сабельками махать, драться. Это не общество богов. Это общество... Разрушение животного мира. Животного. Я хотела сказать, обезьяны с гранатой. Да, да, да. Животные. То, что мы и наблюдаем сейчас. И причем, вот тоже заметь, чем более отсталая и подавленная женщина в обществе, тем более деградирующее общество. Да, потому что именно уровня развития женщины зависит, каким будет общество. И каким будет потомство, да? Да, потому что потомство – это и есть общество. Чем больше женщину затюкали, забили, убрали, унизили и так далее, тем более недоразвитое общество. Но при этом, чем больше женщина, именно женщина согласна, чтобы ее затюкали. Затюкали. То есть, спрятаться согласно. Спрятаться согласно за сперматозоид. То это все о том же. Женщины, на самом деле. Слоненок за муху пытается спрятаться, блин. Да, да, да. И вот те вещи, которые мы говорим, на самом деле, я понимаю, как подрывают сейчас мужиков, да? Ну, это так. Пусть подрывает, но это так. На самом деле, пора называть все своими именами. Потому что уже настолько обросли ложью, настолько обросли вот этим искажением, что это просто уже такой слой, его надо сносить. Это уже болезнь. Этот слой, знаешь, как пролежень. Да, да. Уже который надо... Гниющий. Гниющий. Гниющий, да. Так, посмотри, я недавно наблюдала картину на улице и потом в обществе находила подтверждение. И потом вот как-то трансформировала, это все положила на более большой контур. Вот смотри, мужчина как бы в современном обществе, как парадокс работает, я вообще в шоке. Мужчина в современном обществе, он считает себя лидером, ведущим, главным. Он защитник, он обеспечивает семью, он, он, он. Жена должна стать за ним, женщина, и обеспечить его тыл. Как ты знаешь, обеспечивать его гранатами. Обеспечить его гранатами, да. И при этом там кормить, поить, ухаживать там и так далее. Вот для того, чтобы он бегал в воевалке, кидал эти гранаты. И мужчина при этом считает себя свободным. С одной стороны, он вот в своей иллюзии в голове нарисовал. Я сильный, я могучий, я свободен, да. И он зажал свою женщину. Ты должна, 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 должна. Особенно вот азиатские страны, особенно мусульманские страны. А там вообще, еще и паранжу оделся на нее сверху и спрятал ее в мешок. И считает себя при этом свободным. А давай посмотрим, насколько свободен мужчина. Честно посмотрим. Да даже в России, в Белоруссии, в любой стране, вот любую страну мира. В США самую свободную страну мира возьмем. Давай посмотрим, насколько свободен мужчина. Тот, который считает себя свободным. Вот он родился, он родился с долгом родине. Поговорим о свободе, да? Поговорим о свободе. Знаешь, я когда родилась, у меня одна из первых мыслей, которую я помню было. Как хорошо, что я родилась девочкой. Мне не надо служить в армии. Ты представляешь, какой трындец? А ведь у тех же самых украинцев, которые сейчас воюют, ведь у них никто не спрашивал, а хочешь ли ты отдать свою жизнь за землю, которую у тебя никто забрать, в принципе, не может. Она все равно останется твоей. Какая разница, как она будет называться, кому ты будешь платить налоги? Ну, по большому счету. Ты отдаешь свою жизнь за то, что кто-то делит деньги. Поговорим о свободе. Мужчина – потенциальный раб. Потенциальный раб. И он не осознает этого рабства. Мужчина – оружие. Оружие. Оружие, да. Оружие в руках других мужчин. Как есть. Как есть. А если бы были женщины, ни одна женщина не хочет убивать своего мужа. Ни одна женщина не хочет, чтобы гиб ее сын. Ну, если она не изданутая на голову. Потому что есть и такие, которые говорят, я родила защитника, иди защищай меня. Ну, ты придурочная, если ты создаешь войну, что тебе нужен защитник. Но если ты действительно здоровая на голову, создай поле любви. Ты же человек, у тебя есть род. Ты можешь обо всем договориться. Ты можешь все вопросы решать через речь. Зачем тебе воевать? Зачем тебе с кем-то конкурировать? Ты бог изначально по своей природе. Отработай свою конкуренцию. Вот конкуренция – это ты бьешься со своим зеркалом. Сам с собой. На шпагах. Сам с собой. Знаешь, как со своей тенью. Со своей тенью. Потом помираешь от всяких этих аутоиммунных заболеваний. И тех, которые тебя разрушают, которые воюют в тебе с тобой. Вот твое выделенное сознание. Парадокс. Это поле парадокса. Оно настолько великолепное. Я когда вот эти вещи осознаю, и прикольно, что на это смотреть. Да. И при этом, насколько они очевидны. А смотри, а ведь умудряются. Не то, что умудряются. Не видят. Не видят. Не видят вообще. А они вот просто черным по белому. Прям вот они. Стоит только вот подсветить, и человек начинает точно это об этом. Ты вот попробуй человеку в военной форме скажи, что он раб. Тебя в тюрьму посадить. Да. Во-первых, в тюрьму. А во-вторых, он по-разному, но не воспримет информацию. Он не понимает этого. Но в подсознании она же так именно прописана. Мы сейчас говорим и с подсознанием, и не с целью кого-то обидеть. А именно с подсознания. В подсознании либо у тебя идет поток. Ты свободен. И тогда у тебя идет поток озарений, осознаний, выбора. Тебе хочется что-то создавать, творить, проявления. Либо ты раб. Так щелк, ты уже в ракушке. Ты в рамках, ты в границах. В границах. И вот в этих границах ты можешь придумать новую запчасть к этому танку. Или ты можешь что-то изобрести в рамках к этому автомату. Или ты вот в рамках. У тебя есть граница. Все. И у мужчин у всех есть граница. С рождения. С рождения. То есть при всем том, что говорят основные ученые, основные изобретатели и так далее. И так далее. И так далее. Мужчины? Нет. Женщины. Они спрятаны за мужчинами. А идеи и так далее. Женщины. Женщины, женщины. Именно женщины. Именно женщина выращивает сильных мужчин, которые потом проявляются в жизни. И если мужчина сильный, он будет благодарен либо матери, либо жене, тому, кто был рядом с ними, благодаря кому он стал таким. И эта благодарность должна идти по жизни матери или жене, кто был с ним рядом. Но у всех мужчин сильных будет такая женщина. Женщина рождает жизнь. Да. Дает жизнь женщина так же и в обществе, и в мире. И уже не один раз, глядя на историю, когда приходил матриархат именно в тот момент, когда... Надо было спасти человечество. Уже надо было просто спасти. Шла гибель. Да. Тогда приходил матриархат. Он приходит на какое-то время. Это, знаешь, как... Это как родить ребенка, вырастить его и отпустить. Вот так приходит матриархат. И потом, когда отпускает уже, начинает развиваться общество. И оно, посмотри, и, кстати, и оно постепенно захватывается, именно захватывается мужчинами. Представляешь? То есть всегда идет борьба, конкуренция. Кого с кем? Мужчина с женщиной. На самом деле. А надо осознать, что не конкуренция, а любовь. И даже жизнь показывает само это, что любовь, именно любовь мужчины и женщины дает жизнь. Да. Представляешь? И кажется, это же такие очевидные вещи. Кажется, ну это же, да. Ну как же сказать, что белое – это белое, а черное – это черное. Ну то увидь это, увидь это под другим углом. Посмотри, просто посмотри. Все на ладони, все на ладони, все прям перед носом, все очевидно. Только всего лишь увидеть. А для того, чтобы увидеть, надо чистить свое восприятие. Вернуть чувство себя, именно себя. Чувство себя и настроиться с собой, стать искренним с собой. Стать искренним с самим собой. Всего лишь, только с самим собой. Не ради кого-то или не до кого-то, а для себя. То есть сам собой. Ну понимаешь, мы говорим, что это так просто. А теперь, прикинь, сразу поднимается религия. О, это темно. Она всегда не нужна. Посредник не нужен. Так она на самом-то деле не. А с другой стороны, посредник по-любому, если мы возьмем создателя-наблюдателя, если расклад этот, то посредник всегда нужен. И чтобы игра была, всегда надо посредник. А вот какой посредник, здесь уже зависит от уровня развития. Да, куда посредник перенаправлять, вверх или вниз? Да, да, да. Вот на сегодняшний день уже все посредники работают вниз, а надо вверх. Вопрос. Откуда стартует посредник, который будет отправлять вверх? Что это будет? Как это будет? Где это будет? Я сейчас не про инфодайинг говорю. Я говорю, все равно инфодайинг, он дает чистоту, искренность и все. Человек сам с собой. А посредник, инфодайинг не может быть посредником. А посредник, кто будет в этой игре создавать мир игровой? Я за то, чтобы это был у каждого человека свой игровой мир. И он имел своего посредника. Свой интерес, во что он будет играть, как он будет играть, что он будет делать и так далее. Чтобы был свой игровой мир. А вот этим соединяющим материалом этих миров была любовь и искренность. Но это мы про новое общество говорим. И тогда это о здоровом организме, а не организме, который борется сам с собой. Как это называется? Аутоиммунные процессы. Да, тогда не надо аутоиммунное заболевание. Скоро наш фильм выйдет, там будут пояснения. Ну, как нам кажется, да, вот когда мы знаем этот фильм уже, ну, как, знаешь, как пособие. Увидеть для того, чтобы научиться видеть, как оно все складывается, как происходит. Ты знаешь, вот эти моменты, когда вот после тренировки восприятия создателя, да, в какой-то момент наступило моменты такие зависания, когда осознаешь, что вот подсознание и надсознание, они как раз в противоположные стороны и за какую-то суть, именно суть игровую зацепились, да. И сама вот эта суть игровая, точно так же жизнь человека. Одна суть на всю жизнь. По сути дела, человек предназначение, миссия и так далее. Сознать одну гранили, да, какую-то вот задачу. Одну из, да. Да, и когда это еще выражено в каких-то словах, вот я сейчас приведу пример, вот этот собакой, что я тебе приводила, да, вот наблюдала, когда картина в жизни, абсолютно спокойная собака. И постоянно лающая хозяйка. Вот она гавкает за собаку, да, и она злая вместо собаки, и она проявлена вместо собаки. И у нее в речи звучит, я за свою собаку, любого там порву, я за свою собаку. И она везде идет впереди своей собаки, у нее у самой собачья жизнь, да. И работает программа, я за собаку. И эта же программа, она идет вот красной нитью по жизни. И человек же ее не осознает, но она проявлена у него и в речи, она проявлена у этого человека. И в отношениях она проявлена, и в делах, она везде проявлена. И вот такая же программа есть у каждого человека. И даже если за человеком понаблюдать, мы так сразу в эту суть и выдергиваем вот такие программы. А если за человеком понаблюдать, то у него красной нитью по жизни будет одна программа, и она будет состоять из двух-трех слов. А это программа, где человек потерял себя, неискренен с собой, жив с собой и так далее. Все, но это настолько наглядно, и это есть у каждого человека. И вот когда человек вот с этого крючка уходит, то ему не надо тогда собачья жизнь, у него тогда будет своя жизнь Бога. Это как, знаешь, как вот эта вот одна программка, это как место. Вместо, место. То есть, знаешь, как и ты при этом имеешь свое место, и все. И ты, казалось бы, вот мы говорим, каждый мир, 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 да, должен быть свой мир. Но при этом, когда работает программа, то здесь работает место, а не ты сам. То есть, ты уже зависим от места, ты уже выполняешь роль своего места, и при этом человек его выбирает сам. Видишь, как она тогда сказала? Я за свою собаку, при этом собака хорошая, добрая и адекватная, да. А хозяйка взяла на себя эту роль, которую она же выбрала. Кто из них хозяин? Понимаешь? Да, да, да. Вот он. Но при этом, действительно, вот смотри, вот мы же с тобой сегодня утром проговаривали, тоже интересное такое наблюдение. С одной стороны, объективной реальности нет. Да? Ее нет. Вот в аэропорту это было очень наглядно. Вот сидит куча людей, да. Узбеки, казахи, там. Да. Кто хочешь, да. И вот сидит куча людей. Давайте поговорим про объективную реальность. Их объективная реальность пересекается вот на этом пятачке этого аэропорта. А дальше у них и реальности вообще не сходятся. И я, глядя на них, я не знаю, в какой реальности они живут. Они точно с моей реальностью ничего общего не имеют. Но при этом нас объединяет вот этот вот пятачок. Вот этот вот кусочек игровой карты. Вот этот кусочек будет объективной реальностью. Так вот, интересная тоже такая тема. Получается, что вот этот вот пятачок, он же за собой тянет программное обеспечение, к нему довешивает разные прибамбахи дальше ум. Вот даже на этот пятачок узбек будет смотреть вот здесь, вот эти места, где я могу посидеть. А там где-то туалет, а там где-то какой-то магазин, а там, а там. Потому что он туда сходил. Я туда не ходила, у меня там даже этого не будет. То есть у нас получается даже аэропорт разный. Ну да, уже даже здесь, да, разный. Да, даже аэропорт разный. Но при этом есть среда обитания, которая называется аэропорт. И в этой среде обитания есть свои правила, свой Wi-Fi, грубо говоря. И он раздает этот Wi-Fi человек, приходя на эту территорию, грубо говоря, играет уже по этим правилам. И точно так же, как вот ты покупаешь дом. Ты покупаешь не просто дом. Ты покупаешь дом в среде обитания. И в какой среде обитания ты купил? Если ты купил в лесу на болоте дом, и там живут болотные люди, то ты будешь сидеть в болотной среде. То будет такое Wi-Fi, да? Да, будешь квакать, как лягушка, потому что там принято квакать, потому что это среда болотная. Если ты купил дом на равнине, то, соответственно, все, что ты делаешь, будет абсолютно видно прозрачно всем соседям. И там среда обитания будет формироваться из этого. И так далее. То есть у нас получается, что мы рассматриваем объективную реальность, как будто вот весь там город Минск, да? Нет. Дом и среда обитания. Квартира и среда обитания. То есть любую вещь, которую ты покупаешь, ты покупаешь со средой обитания. Любой автомобиль ты покупаешь запорожец. У запорожец одна среда обитания, а ламборгини другая среда обитания. Покупая вещь, ты покупаешь сразу среду обитания. И у каждой вещи будет своя среда обитания. Мы просто об этом никогда не задумываемся. И это сейчас не про статусность. Это сейчас про то, что вместе с этой вещью у тебя сразу продается комплекс информации, которая пришла вместе с ней, которая будет влиять на принятие тобой решений в автоматическом режиме. В автоматическом. Но в разумном режиме нет. А в автоматическом ты, попадая в эту среду обитания, подключаешься к этому Wi-Fi, к этому паролю. И уже выполняешь автоматически абсолютно все. То есть соседи такие, ты к ним подстраиваешься. Ты уже все, ты полностью. Если, допустим, как мы с тобой говорили, в этом окружении люди судятся, значит и у тебя будут эти темы предлагаться. Активно будут предлагаться. Вопрос, как ты включишься на них. Если люди ругаются, у тебя будут такие же темы. Так вот теперь поговорим, да, о том, что если ты не осознаешь этого, вот в чем большая разница, то ты просто подключаешься тупо к чужой игре. И ведь у этой игры есть кто-то первый. Да, да, да. А можешь, и при этом этот хозяин, он тоже в автоматическом таком же режиме работает. Он просто задал правила игры. Он задал, да. А при этом, а ведь ты можешь, если ты осознаешь как это, и ты можешь не подключаться, а начать раздавать свой Wi-Fi. Да, да. И выбор за тобой. Вот эта тема, она очень хорошо видна на фирмах. Когда рыбка гниет с головы, да, ты приходишь на фирму. Если, вот в моей жизни был опыт, там, я небольшой промежуток времени сотрудничала с компанией. Там в компании работали одни женщины. И все, кто пришел туда замуж, не развелись. То есть, там, ну, было нормально, когда все разводятся. Да, да, среда такая была. Просто среда обитания, те правила, которые задавались для работы, они были именно вот такие. А если ты не соответствовал среде обитания, все, ты уже не держался на этой фирме. Да, и поначалу, скорее всего, если ты не разводной, да, то на тебя смотрят как на чужую, как на белую ворону. На белую ворону, да. А белым бароном, кстати, гунический театр в чистом виде, где тоже робот-автомат работает. Вот, а белым воронам тяжело выживать в такой среде. И тогда проще развестись, чем быть белой вороной. Если хочешь сохранить работу, да. Если у тебя нет своего мира. Если ты не создаешь свою среду обитания, не раздаешь свой Wi-Fi. Да, это получается... У тебя нет выбора, и то есть ты идешь вот пищей для этого... Да, рабом. Да, да, да. Мирка. В чистом виде. И это становится выгодно той голове, которая одна раздает Wi-Fi с заданными характеристиками. Выгодно. Чисто. Возвали, о чем мы с тобой говорим. А ведь человек вот просто к этому... Он даже не мог... Нет такого даже понятия не было. Сопоставить вот такие вещи на жизнь человека. Да, показать Wi-Fi, показать... Смотри, да, разложить как. А ведь именно по образу и подобию становится сразу очевидно все. Да, да, да. Все настолько просто. Умение... Знаешь, если мы сейчас скажем наблюдать, это будет ошибка. Когда... Но умение создавать, это тоже ошибка. Но при этом, когда ты тренируешься создавать, то ты все равно попадаешь в состояние наблюдать. Но зато у тебя при этом работает анализ, и ты видишь, где ты делаешь ошибки. И переводишь их в опыт. И все, и тогда ты это все видишь. Ты не действуешь автоматически, а ты сам анализируешь. Да. И все видишь. Потому что когда говорят наблюдать, наблюдать, но ты не создаешь в наблюдении. Без наблюдателя не будет проявлен. Правильно, не будет проявлено, потому что создатель создал и сразу заснул. Заснул, да. Вот наша последняя обучающая программа... Да. Наша последняя обучающая программа в этом плане, она офигенная. Да, 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 да. Когда мы говорили о добре и зле. Изле, да. Четко. Вот четко и разложено настолько глубоко, что только вот добри, как это все работает, и ты сможешь осознанно управлять вот этим ролями. И все. Ты будешь видеть. Мало того, мы показали, как можно тренировать свое внимание. А тренировки это вообще золотого стоит. Это все просто, настолько просто. И вот смотри, когда человек в напряжении, он не сможет создавать ничего. Как расслабиться? А для этого надо осознать. Как осознать, когда ты один? Да это нереально. А когда в зеркале щелк-щелк переключил туда-сюда создатель, наблюдатель, хлоп, вдруг пошло расслабление, вдруг пошло создание и вдруг пошло переключение. Возможность переключения появляется и появляется. И при этом смотри, переключение происходит, но это же кто-то сделал, это произошло случайно. Это вообще там где-то было у Бога за пазухой. И человек, да, да, ну это же не я, это же он создал, это же Бог послал. И отказ от себя идет. И создание следующего напряжения. Зачем? Верни, увидь, что это твое создание. Поблагодари себя, скажи, кайфанул, получилось. Фу, тренируемся дальше. И тогда нет вот этих выносов, распылений и так далее. Но человек же считает это сумасшествие. И боится произойти это. Кто напился отравленной воды? Ты не берущий на себя ответственность за то, что ты создаешь и где ты живешь. Или тот, кто действительно взял на себя ответственность и говорит, да, я создал. Не побоялся сказать, да? Это я. Как мы на стриме про погоду не побоялись сказать. Уже второй раз она должна была разнести все, там все передавали. Солнце. Отличная погода, шикарная. Да, великолепная погода. Отдаем рекорды дальше. Я все думаю. Ладно, я не буду говорить, что я думаю. Я все ржу. И все это, знаешь, как пытается погода с нами войти, ну, то есть, знаешь, как в кураж. То есть попытка, ну, это мы сами себе, да, на самом деле, это же все мы создаем. На самом деле все. Заброс такой от ума информации. Погода будет такая. Уже ж не первый раз. На расслабоне мы с тобой не включаемся в борьбу. Это у вас, а у нас солнце. Шикарно. А у нас солнце. У каждого своя реальность. Это я вчера в Маргаритке вот такую рассаду высаживала, так высаживаю. Я думаю, подожди, это ж не июня. А я цветочки высаживаю, да. Но они еще должны успеть отсвести до снега. Мне вот так нравится. Саму смех разобрал, думаю. Ну, да. Почему нет? Почему нет? Моя игра, правда. В моей игре, да. В моей игре солнце. В моей игре счастье. Что хочу, то и пробую. Что хочу, то и создаю. Да. Да. Насколько важно внутреннее состояние, да, человека, именно внутренний мир человека. Именно внутренний мир. Если он болен, то все будет вокруг болеть. Если он внутри, и разрушаться, да. Если он внутри, солнечный, теплый, все вокруг будет теплое, солнечное. И оно будет жить. Это о здоровье. И будет счастье. И никак по-другому. Ну, вот просто никак по-другому не может быть. Если тебя внутри, именно внутри тебя колбасит, снаружи не может быть солнца. Не может быть счастья. Если ты внутри, тебя будет снаружи обязательно колбасить. Если ты внутри спокоен, счастлив и занимаешься своим делом интересным, от которого ты сияешь, реальность твоя, твой мир будет сиять. Да. Это так же, как дома, в квартире своей. Как бы ты не создал видимость уборки, да. Если у тебя задвинуты там какие-то места, женщина, она же всегда будет знать, блин, ну я там, ну ладно. Там вот нам, там надо мне почистить, но в следующий раз. Ну, так не видно, да. И один раз, так второй. А все равно, что внутри ты будешь носить это. Все равно, что и тебе, в ком это носится? В тебе. А когда ты сделал уборку, согласись, так вот полностью. И внутри такая чистота. Смотри так, да, все, от кого ты расслабил, саму себя. Саму себя, да. То есть себя никогда не обманешь, от себя никогда не убежишь, никогда. И как бы ты хорошим ни старался быть для кого-то, именно для кого-то, если у тебя, тебя нет дома, то никто тебя не оценит, тебя просто, ну тебя разнесет. Да, да, да. Ты никогда не будешь счастлив, никогда. Тебе внутри будет всегда больно и пусто. А смотри, как наша готовность выйти к людям в живое общение. Я вот вспоминаю нас, когда мы начинали инфодайинг. Там была попытка бежать. Все время бежать, бежать, бежать и доказать. Доказать, что мы можем. Доказать, что мы не мошенники. Доказать, что психика человека безгранична. Доказать, что это не гипноз. Доказать, 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 доказать. Был момент, когда хотелось доказать, что это психология. Потом как-то стало понятно, что нифига. Все это уже ушло значительно дальше. И психология осталась позади. И вот в какой-то момент переключение произошло. Сперва был бег и желание доказать. И книги писались быстро, и работы делали много. Там 300 детей одновременно вести. Ты помнишь? Да, было. И в какой-то момент все это прошло по восьмерочке. Хлоп и точка. И тишина. И переключение. Ведь кроме меня никого нет. Это я бегу от себя. Это я доказываю себе. Это я убеждаю себя. Это я работаю с собой. И вот когда пошло вот это. Борюсь с собой. Вот когда пошли эти осознания, это уже где-то туда ближе к книге инфодайнг знания, глубина. Вот эта часть уже пошла. И в какой-то момент, когда вынырнул, и пошла совсем другая сборка информации. Тяжело было пройти вот этот пласт над сознанием. Там черти, там и так далее. Вот эту всю херню. Вот тогда бег, бег, бег. Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая. Вот этот период был четко про сумасшествие. Да, да, да. И смотрели. Мужья наши, они чокнутые, ни херню говорят там и так далее. Все. Это осталось позади. И вот когда вышел в слои информации, когда ты понимаешь, как она пишется, как работает система, как работают тетрайды, как работает геометрия, ты понимаешь, что если ты сделаешь так, то будет так. И это стало очевидно. И пришло вот это такое успокоение. И тогда возник вопрос, бежать не надо. Тогда что создавать будем? И вот этот вот момент, а как создавать будем? Пошли другие инструменты, другие наработки. И вот сейчас с этого восприятия сперва работа с единичными людьми. А потом хочется же, чтобы этот мир, в котором мы живем, был здоровый, чтобы смотреться в глаза не овнам, а действительно развитым людям. Разумом надо осмотреться, да. И вот тогда будем говорить о том, что нужны будут живые встречи, то, чего мы тогда не хотели, о чем мы тогда побежали. Понимаешь, что все равно состояние надо передать. Все равно придется общаться живьем. Все равно придется... Ну, это и очень интересно. Это новый этап. Ну, потому что я, видишь, этого этапа коснулась в Америке. Будучи было... Это действительно очень приятно, когда ты встречаешь людей, вернее, они тебя встречают, и как все, как родные. А люди тебя видят впервые. Впервые. Я же их вижу впервые. Это не забыть. Это действительно. Поэтому это интересно очень. Это новый этап в нашей жизни. Это новый этап. Это новый этап. Ну, и плюс работа в другом городе. Это этап выхода на физическое тело. Это да. Это да. И как раз... Это как... Мы с тобой вот посадили семечку в землю. То есть, семечка набухала, набухала. Пошли корешочки, да. А потом, фух, сейчас росточек проявляется уже в физическом мире. Да. Вот об этом. И это интересно. Ну, что ж, ждем Москву. 27 октября у нас в Москве вечером встреча. А 28? А 28 октября у нас с 14 часов будет курс. И этот курс по родовым программам, родовым болезням. Если людям интересен инфотайм, если людям интересны мы, то у человека есть возможность зайти на сайт subretion.com, subretion.com и выбрать, будете участвовать онлайн или вы будете участвовать очно. Если очно, то значит приходите в зал, там задавайте вопросы, там участвуем. Если онлайн, то подключайтесь по компьютеру. И не путайте, потому что если вы зарегистрировались очно, а захотите участвовать онлайн, то вы получите только программу записи. По окончанию, но не раньше. Не во время. Не во время. Трансляции, да. Определитесь и добро пожаловать. Добро пожаловать тем, кому интересен сам он. М-м-м.